На улице Вакжанова в районе поворота на Восточный мост столкнулись автомобили Мазда и Рено. Есть пострадавшие. Обе машины двигались по Вакжаново в сторону площади Гагарина. Мазда шла в среднем ряду, Рено в крайней правой полосе. Неожиданно Мазда выехала в ряд Рено, не показав поворотников. Водитель Рено, чтобы избежать столкновения, вывернул руль вправо и машина врезалась в столб. Помощь медиков потребовалась пассажирке Рено. Вот что говорит о случившемся женщина, находившаяся за рулем Мазды. Меня подрезал водитель, я не видела женского мужского пола на Hyundai Getz. Проехала, она ехала с крайнего левого ряда и стала перестраиваться прямо перед моей машиной в средний ряд. Я, соответственно, тоже ехала, сколько-то, 60 км в час было. Я начала перестраиваться в крайний ряд. Не показала поворотников. Получилось так, что там ехала на скорости, на достаточно большой скорости машина. И получается так, что они, уходя от столкновения, врезались в ограждение, я не знаю, там, в столб. Вот. После этого, что я от себя хочу сказать, значит, я вышла из машины. Ну да, они мне сказали, что не надо никуда уезжать, у нас произошло ДТП, хотя на моей машине нет никаких повреждений. Я вышла из машины, и женщина ударила меня несколько раз кулаками по лицу и по голове. Какая женщина? Женщина, которая сейчас сидит вот в машине скорой помощи. А она где находилась? Она находилась на пассажирском сидении Рено, машина, которая попала в аварию. Вот. Она вышла, она начала меня оскорблять. Свидетелем тому был молодой человек, он, к сожалению, уехал. Вот. Я сейчас заплаканная ставлю, я просто сейчас уже успокоилась. Она на меня налетела, начала на меня оскорблять. Вот. После чего она меня ударила об двери моей машины, головой с затылком, и ударила несколько раз по лицу. Не кулаком, ладошкой ударила. А вот, что говорит о случившемся водителе Рено. Вот задница ее на машине. Она резко вывернула. Все. Куда делать? Первая реакция – уйти вправо. Ушел вправо по тормозам и вправо. Все и понесло, и в стол. Но вы видели, что эту машину подрезала другая? Откуда я знал? Она вообще стояла, стояла ряд. Ряд стоял. Вот этот ряд средний стоял. Он стоял. Она решила перестроиться. И вот и перестроилась, не глядя, без включения поворотников. Перестроилась и все резко. А правда, что говорит Екатерина, что ваша пассажирка с ней стала разбираться кулаками? Что с ней разбираться? Она просто хотела уехать, мы ей не дали уехать. Просто встали впереди и все, ей не дали уехать. Сфотографировали номера. Она сказала, у меня повреждений нет, я поехала. А то, что она меня подрезала, мне не колышется и все. К месту аварии, помимо инспекторов ДПС, прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. По их словам, разбираться с участниками ДТП по поводу возможного рукоприкладства будут в отделе полиции. 15 октября на Саватевском шоссе, недалеко от цыганского поселка, грузовой газ сбил человека. От полученных травм пешеход скончался на месте. Сам водитель пояснил патрульной службе, что двигался в сторону Твери со скоростью не выше 80 км в час. Неожиданно со стороны придорожной канавы на дорогу выбежал человек и буквально бросился под колеса. Такое впечатление, говорит водитель, что мужчина целенаправленно хотел покончить с жизнью. Пока мы работали на месте трагедии, личность погибшего мужчины не была установлена. На вид ему 25-30 лет худощавого телосложения. Все обстоятельства случившегося выясняет следствие. Продолжение следует...